Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. В ходе отражения его атак в данном районе за период с августа по октябрь вооруженные силы Украины потеряли более 9,5 тысяч военнослужащих, убитыми и раненными. Более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различных назначений, более 50 артистских орудий и минометов. Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего. Противник наносит удары по органам, местному самоуправлению, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими системами противовоздушной обороны. В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают Днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии. В этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизнь людей из-за обстрелов постоянно подвергается опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применять запрещенных методов введения боевых действий. Администрация области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра, Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации. К опасным последствиям можно провести реализацию имеющихся у противников планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водослевным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был внесен удар и поврежден один из водослевных затворов. Интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению. Осуществляемость 10 октября также является причиной беспокойства по разливу данной реки в районе русла и затоплению прибрежных районов. В случае, если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение опуска воды из водохранилища, или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, проведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникла дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Так, товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самые главные жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск. Держать которую на правом берегу в ограниченном районе без перспективны. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка на других направлениях в зоне проведения операции. Сергей Владимирович, согласен с Вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава вооружения и техники за реку Днепр. Есть маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединение части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр. Доклад закончен.